Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями. Российское издание ТАСС заявило, МИД Ирана заявил, что удивлен словами Алиева и не потерпит присутствия Израиля у границ. Так, президент Азербайджана ранее заявил, что Баку принял меры про пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, который считает незаконным. А Тегеран удивлен заявлением президента Азербайджана Аль-Хамм Алиева в адрес иранской стороны и не потерпит присутствия израильских сил у своих границ. Об этом заявил во вторник представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. В ситуации, когда отношения двух стран являются хорошими и строятся на взаимном уважении и существуют привычные каналы связи между двумя сторонами на самом высоком уровне, сделаны таким образом высказывания, вызывают удивление. Цитирует его пресс-служба ведомства. Слова дипломата стали ответом на вопрос журналиста о заявлении Алиева в отношении Ирана. Акциальный представитель МИД Ирана отметил, что военные маневры Ирана вблизи границы с Азербайджаном, да, сейчас начались учения, связаны с вопросом суверенитета и осуществляются в интересах стабильности и спокойствия всего региона. Иран не потерпит никакого присутствия Израиля близ своих границ и в этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности. Ну и вот он сделал заявление, что там Азербайджан перекрыл им кислород по дороге Горес-Кафан, задержал эти грузовики, вот пишут, что было задержано 60 грузовых автомобилей из Ирана, они въехали на территорию Карабаха, а азербайджанская страна неоднократно выражала недовольствие по этому поводу Тегерану. Так, кроме того, он выразил беспокойность с проведением военных маневров. Ираном на границе с Азербайджаном. Ну и вот сейчас, да, пошла информация, что начались учения, была переброска военной техники к азербайджанской границе для проведения военных учений. И они пишут, что это типа ничего страшного, это не угрожает Азербайджану, мол, не берите, как сказать, во внимание, что мы тут учения, там всю армию чуть не стянули туда границам, не надо переживать, заявили в МИД Ирана. Ну и вот еще одна новость. МИД Ирана выразил недовольство послу Азербайджана. Тут видите на фотографии, это армянское уже информационное агентство пишет. Получив копию верительных грамот нового назначенного посла Азербайджана Али Ализаде, министр иностранных дел Ирана, Амир Абдул-Ахиан выразил недовольство ненадлежащим обращением азербайджанских пограничников с иранскими водителями и арестом двух водителей. Он назвал удивительным и достойным, к сожалению, негативные высказывания Ильхам Алиева в адрес Ирана, сообщает пресс-служба МИД Ирана. И да, Ильхам Алиев сделал заявление по поводу этих грузовиков, по поводу ситуации на дороге Горес-Кафан. Но МИД Ирана не понравилось это заявление. «Иран не терпит присутствия и действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и предпримет все необходимые шаги в этом отношении», сказал Абдул-Ахиан. Так, вот такие новости. Так, и последняя еще новость тут. «Турция перебрасывает военную технику на границе с Ираном». Но это уже армянская инфотека пишет. Не знаю, верит, не верит. Сейчас я вам зачитаю, что они тут сообщают. «В ответ на крупномасштабные военные учения корпуса стражи исламской революции Ирана на границе с Азербайджаном, Турция также перебрасывает военную технику на границу с Ираном», сообщают азербайджанские СМИ. Но они ссылаются на азербайджанские СМИ. Вот тут, типа, карта нарисована. «Иранские учения стартовали сегодня утром в северо-западных регионах страны. Они названы самыми крупномасштабными за последние десятилетия. Там всю армию стянули». Поводом для Ирана-Азербайджанского конфликта стали антииранские заявления и угрозы азербайджанских политиков. Ну, вот тут пишут, что Турция, мол, тоже какие-то перебрасывает военную технику. Ну, не знаю, я особенно не верю этой инфотеке 2.4. Бывает, фейки кидают. Ну, посмотрим. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.